Счетами о проделанной большой работе, о тысячах и тысячах крещеных. Но как только уходили колониальные войска, все христианство лопалось, как мыльный пузырь. Друзья мои, этому ли учил Христос? То, что совершал князь Владимир тысячу лет назад на Руси, было по такому же сценарию. Приходили войска, крестили. Как написано в летописи, даже лояльных к режиму Владимира и Ярослава, написано было «огнем и мечом». Путята крестил Русь огнем, а Добрыня, наоборот, мечом, а Добрыня огнем. Друзья мои, сегодня я Бога благодарю за то, что живу именно сегодня, в это время, когда Господь разворачивает нас, когда Господь, а в еврейском языке так покаяние и буквально значение имеет, именно возвращение, Он возвращает нас на путь истины, слава Иисусу. И я на кэмпе это говорил, и сегодня я имею возможность, такой вам, дорогая церковь и гости дорогие, вам это донести, что церкви необходимо преодолеть, какие задачи Бог ставит сегодня перед церковью. Я в этом убежден и убеждаюсь не просто от мнений каких-то людей, а от мнения Божьего Слова, потому что в Библии есть принципы определенные, я хочу их назвать сегодня. Помните, друзья, когда Бог заговорил там, на Синае, к народу своему, это вот как раз праздник, вот сегодня у нас какое, 20 число, да, получается? Вот 23 по календарю, еврейскому календарю праздник Шевод, то есть Пятидесятница. И вы знаете, что, друзья, это как раз будет вспоминаться событие, когда Бог говорил и дал Тору, когда Бог говорил свои заповеди, когда Моисей лично переживал общение с Богом, и народ слышал голос Бога. И, друзья мои, это праздник Шевод называется, Пятидесятница мы его называем еще. И вот, и как раз именно на праздник Пятидесятницы, это, я думаю, не просто совпадение, в Библии нет просто так совпадений. И не даром именно на праздник Пятидесятницы, на праздник Шевод, когда множество паломников, богомольцев, мужчин этих пришли в Иерусалим, в Иерусалим, сошел Святой Дух, Руах Акадош, сошел Дух Святой на первую общину, на первую мессианскую общину, на первых этих христиан, их было немного тогда, человек 120 всего лишь было этих жаждущих. Это были те, которые пережили встречу с воскресшим Христом, это были те, которые жаждали Бога, они молились, они были вместе, единодушно написаны вместе, и на них сошел Святой Божий Дух, слава Иисусу Христу. Друзья, и так вот, когда Бог заговорил свои заповеди, стал говорить, и не просто сказал, он записал это, первое, что он сказал, провозгласил и записал, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть, первое, что Бог заявил однозначно, четко, ясно и понятно, не требующее даже особых разъяснений, хотя они порой тоже нужны. Бог заявил однозначно, что только он один для народа его, только он единственный, и ни в ком другом, не может быть для ни одного верующего в спасение, и только лишь он спаситель из Египта, только лишь он, ну, создатель наш, в конце концов, и он нас создал так, прекрасно, но до конца самих себя, даже мы понять не можем, но он нас знает. И он знает, что, создав нас, он знает, что мы созданы для общения с ним. И если мы будем свой дух открывать для кого-то еще, кроме Господа, то свое самое интимное место, самое сокровенное место в нашем сердце, а для кого-то еще, то это будет самоуничтожение просто. Это будет просто, ну, большой проблемой. И сегодня, друзья мои, многие христиане, слава Богу, это осознают уже, и еще больше осознают в том, что молиться надо только лишь Господу. Это очень просто. Многобожие, многобожие должно быть... Многобожие должно быть нами изжито, на самом деле, из практики. И я Бога благодарю за евангельские церкви. Вот в вашей церкви, допустим, я знаю точно, вас, учителя ваши, пастыри, не учат, допустим, молиться кому-то, кроме Господа. То есть в вашей церкви не практикуется молитва, допустим, святым, или практикуется ее. А то, может, вы где-то тайком уж собираетесь, там, молитесь, Святая Мария, там, спасти нас, или там что-то еще. Нет, вы нормальные писятники, да, я понимаю? Слава Богу. И вот, и я знаю, что настоящие христиане, любой, как бы он ни назывался, если он даже один день верующий, разбуди его среди ночи и спроси, кому ты будешь молиться, кто твой Господь, кто твой Спаситель вообще? Я думаю, любой нормальный христианин, он ответит очень четко и ясно, понятно, что это Иисус Христос. Мы, собственно, и христиане-то от Христа, мы же не мариане, мы же христиане, в конце концов. И, друзья мои, и многобожие сегодня большая угроза для христианства, это некие, как вот раковые опухоли. Метастаза многобожия сегодня тело Христово убивает. Сегодня большая часть христиан на земле можно отнести к разряду многобожников очень даже просто. Один французский священнослужитель, бывший кюре, сельский батюшка такой, французский, католический, он проводил такой тест, назвал его рейтингом святых. И вы знаете, он однажды убедился, что все-таки Иисус Христос, он не просто один из многих, а он убедился в том, что Иисус Христос, он один, единственный, он первый и последний, начало и конец. И ни в ком другом нет спасения, кроме Иисуса Христа. И, друзья, я разговаривал с одним бывшим мусульманским священнослужителем, который 29 лет был мусульманским священнослужителем и закончил Каирский университет и имел степень богословскую. И сегодня он христианин, сегодня он миссионер и евангелист. И когда я слышал его свидетельства, я был удивлен и потрясен, и я вспоминал самого себя в этом рассказе. Дело в том, что этот мусульманский священнослужитель, бывший он говорил так, что он верил во Христа, но Христос для него раньше был одним из многих и далеко не самый главный. Для него Христос был просто пророк. Но однажды, когда ему вдруг это говорил уже, один христианин, тоже чернокожий, значит, франкоговорящий тоже, и говорил ему, знаешь, говорит, друг, запомни, что Иисус Христос, это не просто один из многих, это не просто пророк, это не просто посланник, он спаситель. И когда будет тебе тяжело, призови его имя и увидишь, что произойдет. И вы знаете, однажды этот мусульманин, священнослужитель, однажды он возопил к Богу, однажды было ему очень тяжело, и он призвал имя Иисуса Христа в своей жизни. И он сказал, Иисус, если ты не просто пророк, если ты не просто посланник, но если ты спаситель, то спаси меня. И вы знаете, этот священник пережил, он пережил и исцеление, и спасение, и самое главное, что он на самом деле обрел вечную жизнь, вечную жизнь теперь обрел, слава Иисусу Христу. И я был простым священнослужителем, тоже сельским священником, и тоже через Божье Слово, через Евангелие прозрел, через Евангелие увидел, что на самом деле ни в коем другом нет спасения, кроме как в Господе Иисусе Христе. У нас нет сейчас много времени, служение тоже идет своим чередом, и мне надо будет скоро уже заканчивать собрание, служение, мою проповедь, но я привез с собой диск, где вы сможете это все более детально прослушать. Здесь много часов в mp3 формате, и здесь очень много объяснений, почему многобожие, это есть страшнейшее проклятие в христианстве, почему идолопоклонство во всех его формах и открытых, и скрытых является тоже большой угрозой для христианства. Идолопоклонство, знаете, что такое, да? Идолопоклонство – это когда что-то становится на место Бога, и идолопоклонство может быть таких открытых форм, допустим, поклонение предметам, поклонение кресту, поклонение иконе, допустим, статуе тоже – это форма открытого идолопоклонства. Допустим, если я буду носить крест и буду думать, что он меня спасает, это тоже будет форма идолопоклонства. Научный фетишизм называется это. Но для меня это крест не спасает. Вообще, я знаю, что бесы крестов не боятся. Может быть, для кого-то это будет сенсационно, но бесы крестов не боятся. А чего же боятся бесы, друзья? Иисуса Христа. Иисус, помните, сказал, именем моим, говорит, будут бесов изгонять. Именем моим, именем Иисуса Христа. Все вроде бы просто. Но, друзья мои, мы люди – мастера на выдумке. Настоящие порой такие религиозные сказочники начинают говорить свои религиозные сказки. Вот, мол, демол, тому-то приснился сон, вот тому-то виделось видение, тому-то привидение, и пошло-поехало. И родилось целое предание о том, что бесы боятся крестов. И сегодня Голливуд наполнен этими фильмами, где там эти вампиры, эти всякие там, эти, ну, нечисть всякая, видит крест, они там лопаются, там, значит, там, прочее. То есть, ну, опять-таки, это пережитки, вот этого, как сказал бы отец Александр Борисов, средневекового мира созерцания. Вы знаете, на самом деле, лишь одно есть имя – это имя Иисуса Христа. Лишь оно есть сильно в духовном мире. И здесь я это все более детально и с указанием на Писание, на тексты Священного Писания это открываю. И другие проблемы. Проблема антисемитизма в церкви, проблема религиозного колдовства в церкви. Много-много проблем накопилось, но есть выход – это сам Иисус Христос. Есть выход – это сам Господь наш Иисус. Я однажды в Киеве проповедовал, и пример, правда, я взял, иллюстрацию взял такую из язычества, но довольно-таки, думаю, самую приемлемую иллюстрацию. Если вы слышали о подвигах Геракла, там у него был один подвиг такой, когда ему дали задание вычистить конюшню. Помните, да? Конюшня была большая, и там много всего кони сделали, что даже Геракл понял, что ему этот подвиг не совершить. Просто лопатой будем так. Там лопатить не перелопатить, ничего не сделаешь. И хитроумный Геракл этот, он что сделал? Он направил русло реки прямо на конюшню и все вычистил, все вымыл. И вот, друзья мои, я извиняюсь за сравнение, конечно, такие, но многие поколения богословов, священнослужителей и прочее, прочее, прочее столько нагадили, как вот те кони в тех конюшнях, наверное, в Церкви Христовой, что не вычистить, не вычистить и по-человечески невозможно сегодня в Церкви эту реформу провести. Но у нас есть прекрасная возможность сделать эту реформацию сегодня. Направить Божье, русло Божьей реки, направить в Церковь. И Господь, я верю, Он омоет Церковь. И Церковь будет не заморашка, не золушка, а Церковь будет невеста, не имеющая ни пятна, ни порока, ничего подобного, но святая и непорочная. Написано, помните, да, мы это читали только что, в самом начале, что Церковь будет омыта баню водную посредством чего? Слова. Посредством Слова. Как для физического тела вода, так для тела Иисуса Христа, для Церкви Иисуса Христа это Слово Божье. Аминь. Друзья мои, мне некоторые говорят, вы что, верите в реформацию? Да горбатого могилы исправят. Какая там реформация? Да на христианстве уже крест поставить, и все, значит, какая там может быть реформация? И с одной стороны, конечно, по-человечески так оно и есть, как бы. Уже ничего нельзя сделать, новый Господь-то грядет, что-то должно измениться, ведь Библия должна исполниться, в конце концов. Ведь книга Откровений нам говорит, последняя книга Библии, говорит нам о том, что блудница будет разорена, и Богом будет наказана. Наш суд, наш суд, Бог совершит над нею. Друзья, но с другой стороны, говорится о невесте, невесте Иисуса Христа, который прославит Господа, который возьмется на небеса. Это должно исполниться по-любому, и это, я верю, исполнится обязательно. И, друзья, когда в конце 2000 года Господь призывал меня к такому служению, реформаторскому служению, то были об этом и откровения из Библии, были об этом дополнительные откровения и пророчества. И однажды было сновидение, был сон, который очень сильно меня истрезвил, будем так говорить, и помог мне начать это служение, новое служение. Потому что я не думал быть лидером и идти впереди где-то. Потому что российское православие, украинское православие очень сильно связано с криминалом, политикой, и вообще не хотелось лезть в эту грязь. Зачем, думаю, мне, значит, все это. Я лучше помолюсь, я благословлю, но Бог кого-то поднимет, я буду помогать кому-то, но я не думал самому лезть в пекло в это. Но, друзья мои, в конце 2000 года был сон, который заставил меня по-другому увидеть всю эту ситуацию. Это был сон, я видел в помещении на свету, на подиуме гроб с телом мертвой девушки. Эту девушку убили, я знал всю историю почему-то, ее расчленили, даже надругались, убили, расчленили, все это положили в гроб, и чтобы похоронить уже. Но вы знаете, что я услышал тогда, во сне же. Я услышал голос, он говорил, иди и молись за ее воскрешение, иди, воскреси ее. Я с ужасом все это как бы выслушал, и я говорил, Господь, пожалуйста, только не это. Как это может быть, чтобы она ожила? Она же не просто мертва, она еще расчленена. Она как, она что, склеится? Как? Это ужасно. И вы знаете, значит, и потом я слышу, видимо, мои аргументы были слабы, я призывал Господа к здравому смыслу, как бы, но мои аргументы были слабы. И я слышал второй раз то же самое слово, иди и молись за ее воскрешение, иди, воскреси ее. Я опять стал говорить, как бы, что, а вдруг не получится, что люди скажут вроде бы не обо мне уже, а о тебе. Но я услышал третий раз то же самое слово, иди и молись за ее воскрешение. Я проснулся, это было ночью, я каялся, я просил прощение у Бога за какое-то упрямство, наверное, свое. И вы знаете, друзья, я стал молиться на языках, потому что я не знал уже о чем молиться уже, тем более была ночь. Я о всем, о чем знал, я помолился уже обо всем, и теперь у меня осталось испробовано такое христианское средство, молитва на иных языках. Я кричал Духом Святым, и, друзья мои, я молился, потом молитва перешла в говорение на языках. Вы знаете, что слышали об этом, или знаете, что есть разница некоторая между молением на языках, молитвой на языках и говорением на языках. И вот есть говорение на языках. И вот тогда ночью было именно говорение на языках. И с удивлением я принял откровение следующее. Да, я получил истолкование того говорения, которое, ну, я говорил, будем так говорить. Я понял первую фразу, я ее сказал вслух на русском языке, потом понял следующую фразу, как-то само собой понял, как будто это был мой второй родной язык, который я изучал когда-то, допустим. И я снова сказал вторую фразу, потом дальше и дальше, и я перевел фактически всю эту речь. Оказывается, эта девушка, это не девушка, это церковь. И оказывается, у Бога есть план. Дьявол хочет похоронить церковь, но у Бога есть план, оказывается, другой. Очень серьезный план. Воскреси церковь. У него есть план удивительный. И четыре года назад событие произошло, уже чуть больше четырех лет тому назад, событие произошло, которое перевернуло меня как служителя, духовно меня освежило совершенно и направило меня более в радикальную реформацию. Это было в Украине. Я ехал с Киева в Россию, в Орел, через Сумскую область, город Кролевец. И вот, не доезжая Кролевца, произошло следующее. Я сбил мальчика. Я был за рулем машины, и я сбил мальчика, это был школьник, удар был смертельный, и мальчик был на мотоцикле. Он выехал покататься, ну, без прав, понятно, он просто выехал, взял мотоцикл, они с друзьями его собирали, и он выехал покататься из одного села в другое село и поехал через трассу, большую трассу. И когда все это происходило, у меня было такое состояние, что, наверное, это происходит не со мной вообще, не может быть. Никогда я, сока за рулем, никогда не попадал ни в какие передряги, такие, тем более, наезд на человека, не дай Боже, такое переживать в жизни. Я потом где-то год не мог вообще за руль садиться после этого события. Вы знаете, что, этот удар был сильный, конечно, мальчик вырулил прямо передо мной, это было, это было что-то страшное. И потом, когда я выскочил из машины, я подбежал к тому пацану, он был без признаков жизни, им много крови было, мотоцикл был весь, ну, как конструктор просто-напросто, в основании не подлежал уже абсолютно. Удар был сильный, я был за рулем вот Russian Jeep, этот УАЗик, знаете, да, не забыли еще, наверное. И все-таки две тонны на скорости мало не покажется. И вот я подбежал к тому мальчику, и я молился за него. Вы знаете, я Богу благодарен за то, что я молился тогда уже новым человеком. Если бы я молился бы раньше за него, вот до 96-го года, я бы молился бы, конечно же, как молился? Я бы молился за упокой, прочитал бы отходную молитву там красивую, значит, и поминальную какую-то там молитву прочитал бы. Но уже 11 лет как я не молюсь за умерших, за упокой. Опять-таки, я об этом рассказываю более подробно. Почему я пересмотрел этот вопрос тоже в своем христианстве? Тоже ответ. Здесь один из уроков, даже два урока в общей сложности около трех часов. Я объясняю, почему мы, христиане, должны молиться за живых, а не за умерших. И откуда появилась вообще молитва за упокой в христианстве? Ведь в Библии ничего такого мы не находим. В Библии нет даже намека на возможность повлиять на судьбу умершего человека. Есть в Библии лишь один образец молитвы за умершего человека. Это молитва за возвращение человека, за воскрешение его. Других образцов молитв не существует для нас, христиан. И тогда я молился за того пацана, за этого мальчика, не соглашаясь с его смертью. Вы знаете, у меня был такой внутри протест такой, не согласен с тем, что его нет уже. Он был похож на моего сына, и это было что-то страшное, видеть мертвого человека перед собой и много крови. Это было страшно видеть. И я когда молился, я не знаю, как это выглядело со стороны, это может выглядело даже немного странно. Я буквально вопил к Богу, и я буквально прилег на него, на мальчика. И ощущал, знаете, как будто мы с ним одно тело. Вот такая была молитва, по переживаниям была, она очень даже довольно-таки такая, ну, ничего похожего я, по крайней мере, не ощущал в жизни никогда до того. Как будто он, его тело, это часть моего тела, организма, как рука там или нога, что-то такое. И я вдруг перестал, я молился, просто вопил к Богу, и я вдруг перестал мальчика ощущать. В одно какое-то мгновение я перестал его чувствовать. Он – это он, а я – это я. И я внутри понял, что он, мальчик, вернулся. И на самом деле в какие-то секунды прошли, и у мальчика появились признаки жизни. Он зашевелил рукой, глаза открылись, то есть, ну, вернулся на самом деле мальчик. Господь воскресил его тогда, в тот день. И когда мальчик ожил, он стал приподниматься. Когда он приподнимался, мне стало не по себе, честно говоря, потому что он был побит, и спереди это нормально, лицо, ну, там, сагида, все, но перед все нормально. А зад, оказывается, у него был разбит. Это было страшно очень. И сзади кости они разошлись, и там мякость это клокотала, это вот, ну, мозг. Это было страшное зрелище, не из приятных вообще. И я еще сам руками держал эти кости разошедшиеся, потому что у меня какой-то страх такой был, что они могут дальше разойтись. Вот почему-то мне так казалось, что они дальше могут разойтись. И я придерживал эти косточки. А он еще, как назло, хочет вообще встать даже. Значит, я его еле придерживал, чтобы он не вставал. А потом, когда приехала скорая помощь, врач, ну, там, все люди видели уже это, что мальчик побит. Мать, врач только лишь мне фразу такую бросил, знаете, батюшка, я был в подряснике черном таком, знаете, вот, вряд ли он выживет вообще. У них там из медикаментов одни носилки только, то есть, и повезли его в кролевец, повезли его, значит, в райцентр мальчика. Но я остался один, пока ждал милицию, я молился, ну, как молился, просто общался с Богом, просто общался с Ним, и у меня внутри был шалом, знаете, мир был. Вот почему-то я как-то еще думал, как-то не очень прилично, наверное, даже это выглядит, потому что я должен как-то волноваться по этому поводу, что произошло, но у меня почему-то не было волнения даже. То есть, как бы, я был очень спокоен, и не то, что там бывает так, что заторможенность какая-то, а потом там проявляется все, нет, у меня как-то, вот, уже как бы все, пришло спокойствие, что вот все нормально. И у меня почему-то такое было спокойствие, еще такое спокойствие было, потому что я знал, что если Бог мальчика поднял сейчас, не за тем, чтобы он сейчас умер где-то. Я знал точно, пусть побитый, но будет живой. Я точно знал внутри, что он будет живой. Но Бог совершил еще одно чудо в тот день. Я не был свидетелем этому чуду, ему были свидетели, врачи и вот милиция, другие люди. Оказывается, пока мальчика привезли в Королевец, прошло минут 10-15, может быть, Господь его полностью исцелил, полностью. Не осталось даже следа от той страшной травмы. Я об этом узнал попозже чуть, я об этом узнал уже в кабинете следователя. Когда врач зашел, тот самый врач, что забирал с места происшествия, он зашел в кабинет следователю, он начал с того, что он атеист, стало все это, при чем здесь это, думаю, это же неисповедально, это кабинет следователя. И он говорит, знаете что, такую фразу, мне это врезалось в память буквально. Если бы не я забирал с места происшествия, я бы в жизнь не поверил, говорит, что такое может быть вообще. А что такое? А он говорит врач следователю, это не была массовая галлюцинация, говорит. Потому что кровь оставала свидетелем, что все это не приснилось нам, это все было на самом деле. То есть кровь осталась и в машине, и там на месте происшествия, это точно уже, это видели и гаишники все. Оказывается, пока привезли его в крыльевец, в райцентр, в больницу, к больнице, хотели было его там как-то аккуратно брать, глядь, а у него голова целая, как будто не ломалась, кожа как будто бы не рвалась. На них напал какой-то такой, ну, страх вот непонятный. Мальчика в больницу, его раздели до голова, но кровь оставалась на нем, а так ничего. Ну, мы мало ли можем как-то сдвинуться, они там по-своему это все оправдали. Дальше, когда они его раздели, они просматривали его внимательно и все тело осмотрели. К ужасу своему враче обнаружили, что он без признаков внешних, без признаков там поломок, травм, ссадин, царапин, даже царапин, то, что сбоку, это все куда-то пропало. Как это могло быть в течение буквально 10-15 максимум минут? Как это могло быть? Очевидное, но невероятное. Дальше боль. Да, при осмотре мальчика только лишь под ягодицы нашли шлепок. Не синяк даже, именно врач говорит, а именно шлепок. Дальше, значит, его светили всего, делали снимочки. Делали два раза, потому что первый раз, когда сделали снимки, врачи отказались верить в то, что они видели. Было вообще фантастично, выглядело совершенно как в сказке. Но и первые, и вторые снимки показали одно и то же, что мальчик совершенно целый. Ни одна кость не повреждена, ни один орган не разорван, ничего, никаких там кровозлияний, гематом, всего того, что могло бы быть и было наверняка, не было уже в нем. Больше всего хирурга было, как бы, его достало даже то, что не было следа от его старого перелома. Оказывается, тот мальчик у них в хирургии лежал когда-то, значит, и он лежал с переломом. Все уже нормально, уже зажило, все давно уже, но на снимках должен был бы быть след от старого перелома. Должен был бы быть, но его не было. Ни на первых, ни на вторых снимках. Это было совершенно необъяснимо. Это было... Хирург ведь сам был свидетелем, что, да, значит, след должен быть, но следа не было. То есть, Господь не только исцелил его новую рану, но и старые какие-то следы каким-то образом убрал. Слава Богу. Это все было при мне. Следователь буквально въезжал в кресло. Его из-за стола уже почти не видать было, этого офицера. А еще врач говорит, это еще не все. И это потухающим голосом говорит, а что еще? Знаете, вот, а что еще? И так слишком много для одного дня стресса. Вы знаете, тот врач говорит, мы вообще были вынуждены все вычеркнуть из того, что мы написали по дороге. У него нет даже стресса, ни мозга. Как? А вот, говорит, у него такой жуткий аппетит, говорит, оказывается, да, пацан, они думали, он бредит. Он говорит, я хочу, есть хочу. Я, говорит, умираю, есть хочу. И когда они просмотрели его всего, ощупали, осмотрели, просветили, они поняли, да, парень здоров. И то, что он есть хочет, это, видимо, правда. И того пацана, медсестры, санитарки повели в больничную столовую. Это было в пятницу, значит, накануне Лазаревой субботы, то есть воскрешение праведного Лазаря. Как раз, я думаю, не просто совпадения такие. Я не верю, что жизнь наша случайная.